День с толком В начале недели задержали одного из начальников райотдела ГИБДД и его подчиненного. Сотрудники задержали их в Павловске, ФСБ взяли их за работы. Предположительно, речь идет о взятке в полмиллиона рублей за незаконную выдачу водительских удостоверений и постановку автомобилей на учет. Продолжается судебное заседание по резонансному делу о драке на Старом Базаре, которая закончилась смертью Павла Рохлова, а смертельный удар нанес бывший спортсмен Михаил Старцев. На этой неделе допрашивали последнюю знакомую, которая в тот роковой вечер была с ним на Старом Базаре. И да, девушка упоминала мужчину сбитой, из-за которого начался конфликт. А вот вторым человеком, который довел потасовку до смерти Рохлова, свидетельница назвала супругу погибшего Светлану. Самой Светланы на этом заседании не было. До 25 июня в регионе продлятся проверки батутов. Они шли всю эту неделю и пока итог неутешительный. По состоянию на среду инспекторы приостановили работу всех батутов Барнаула, Новоалтайска, ряда городов и районов края. Специалисты нашли множество нарушений. Напомним, пристальное внимание к батутам началось после ЧП 30 мая, когда аттракцион у торгового центра Барнаула просто взлетел. Двух девочек, которые в этот момент прыгали на нем, выбросило на землю с высоты нескольких метров. Обе в тяжелом состоянии. Череда страшных ДТП не отпускает Алтайский край. С начала лета на дорогах региона ежедневно происходит по несколько жутких аварий. По предварительной информации МВД региона, за первую декаду июня произошло порядка 70 ДТП. Шесть человек погибли и почти 100 пострадали. Больше 20 из них – дети. Кто или что виновен в всплеске ДТП и можно ли снизить их число в нашем следующем сюжете. Вечер накануне. Трасса Барнаул-Новосибирск. Лобовое столкновение фуры и легкового автомобиля. Обе машины в кювете, о пострадавших пока не сообщается. Но они наверняка есть. И так каждый день июня. Статистика ДТП, как сводки с фронта. За 8 дней июня 89 пострадавших и 6 погибших. Сильно много ДТП за один день. У нас что, обострение после ковида, что ли? Это какой-то трэш с авариями. Водители тоже несутся, как угорелые. Боятся на тот свет не успеть. Даже страшно в Инстаграм выходить. То аварии бесконечные, то пешеходов сбивают. Среди участников аварии и водители авто, и других мобильных средств передвижения. А также пешеходы. Так, в Бийске водитель на зебре не заметил мальчика, который переходил дорогу. Ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести. А про шофера пишут, что он пожилой и плохо видит. А это недавний случай в спальном районе Барнаула. Ребенок неожиданно выскочил на дорогу на самокате. Большинство аварий со страшными последствиями происходят на дорогах федерального и регионального значения, то есть за пределами населенных пунктов. В городах же нередки такие наезды на пешеходов и велосипедистов. Увеличивается скорость транспортных средств, так как дороги ни гололеда нет, дороги отремонтировали. Водители превышают установленную скорость, нарушают безопасную скорость, когда нужно ввести транспортное средство, обеспечивая полный контроль за движением. И снижать скорость, когда возникает опасность, вплоть до полной остановки для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Сами дорожные инспекторы признают, что с наступлением лета жители края словно потеряли бдительность. Некоторые грешат на погоду. Мол, из-за жары и перепадов температуры люди становятся раздражительнее, и им сложнее себя контролировать, в том числе и за рулем. Есть и такие, кто во всем винит астрологию. Сейчас очередной период ретроградного Меркурия. Но какой бы ни была погода или настроение, стоит помнить, дорога – это зона повышенной опасности, говорят в ГИБДД. Правоохранители наверно увеличить число рейдов на дорогах края. Правда, подчеркивают, везде патруль не выставишь. Поэтому каждому участнику движения стоит быть ответственнее. И за свою, и за чужие жизни. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин. День с толком. Полсотни строителей старого коммунального моста через Обь. Вот уже несколько месяцев не получают зарплату. Об этом нам рассказали сами рабочие. Большинство из них, правда, на камеру говорить отказались, побоялись последствий. Но нашлись смельчаки, которые заявили открыто. Их работодатель не просто задерживает зарплату, а проворачивает целые махинации. Подробнее об этом в сюжете Анна Рашагировой. Реконструкция старого моста через реку Обь началась в ноябре 2019-го. Подрядчиком было определено Барнаульское ДСУ-4. А эта компания уже, в свою очередь, привлекла субподрядчика – новосибирскую компанию «Союздорстрой». Именно ее рабочие обратились к нам в редакцию, чтобы добиться справедливости и вернуть деньги, буквально нажитые своим трудом. У меня семья, мне надо кормить их. И я единственный добытчик и сижу два месяца уже без зарплаты. Мне приходится искать случайную работу в связи с тем, что они не платят. Как-то крутиться и по выходным работать и в ночь, и в день. Алексей пришел работать в «Союздорстрой» в апреле этого года по совету друга. Мол, вакансия бетонщика, деньги приличные – больше двух с половиной тысяч в день по договору. Что при хорошем раскладе – 50 тысяч ежемесячно. Каждый день рабочие должны были получать по 200 рублей на обед. Но и эти деньги им не выдавали. Работать бесплатно Алексей больше не захотел. И уволился. Рабочие, пострадавших около 50 человек, пытались добиться справедливости. Но в дирекции на телефон не отвечают, представители на объект не выезжают. В итоге некоторые обманутые подали заявление в трудовую инспекцию. Написали на сайт правительства Алтайского края. Дело на рассмотрении. Мы тоже пытались дозвониться до новосибирской компании. Безуспешно. Но выяснили, что от нее пострадал и основной подрядчик. Руководитель ДСУ-4 рассказал нам. Нерадивый исполнитель средства, предоставленный авансом, не оправдал. Сроки затянул, а работу не выполнил. Наемные работники же «Союздорстроя» уже от отчаяния решили через СМИ обратить внимание на свою проблему. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. На невыплату положенного вознаграждения пожаловались и санитары главного ковидного госпиталя края – горбольницы номер 5 в Барнауле. Они подали коллективное обращение руководству больницы и президенту страны. В числе обделенных сразу 23 санитара. Они говорят о том, что их лишили пособий за май. Младший медперсонал утверждает, что руководство горбольницы за два дня до зарплаты объявило, что выплат не будет, так как они якобы не выполнили свои должностные обязанности. Однако руководство больницы пояснило, что никаких взысканий с младшего персонала в мае не применялось. А табель рабочего времени уже передан в фонд соцстрахования. Между тем, в медучреждении сейчас продолжается служебное расследование. В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания. В Краевом Минздраве заявили, что ситуацию держат под контролем. И по итогам расследования, которое завершится к 15 июня, сообщат о его результатах. А между тем, в Алтайском крае пошла вверх заболеваемость коронавирусом. На этой неделе специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост числа больных. В лидерах – Барнаул. Болеют в основном люди от 18 до 49 лет. При этом вакцинация населения идет слабыми темпами, и этого никто не скрывает. Чем чревато нежелание людей прививаться и как все-таки добиться коллективного иммунитета, обсуждали накануне в правительстве региона. У эпидемиологов вновь появился повод для волнения. Больных COVID-19 стало больше. Медики говорят, и скорые стали выезжать чаще. Особенно это касается краевой столицы. При этом на бесплатную вакцинацию люди не торопятся. Все, кто желал, говорили сегодня на совещании, прививку поставили. Остальные по разным причинам медлят. И в итоге, вместо того, чтобы вакцинировать в день по 14-15 тысяч человек, в регионе прививают 2,5. Хотя вакцины трех видов достаточно. Если прививки люди будут ставить теми же темпами коллективного иммунитета, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, мы добьемся лишь к осени следующего года. Еще раз про одну возможность. Если не будет, то что за этим? Если мы не получаем 60% как минимальный на самом деле порог, к этому необходимо добавить количество переболевшего населения в регионе, то мы получаем и можем получить третью волну, четвертую волну. То есть пока не сформируются заболеваемости, пока популяционный иммунитет не сформируется за счет заболеваемости. Просто говорить людям о необходимости вакцинации уже не получится, считают врачи. Необходимы другие меры воздействия. Губернатор предложил подумать о предоставлении отпуска на день вакцинации или дополнительном дне к отпуску хотя бы муниципальным служащим. Помимо большой разъяснительной работы, помощи в организационном плане, например, выезд специализированных бригад на предприятия, где большие коллективы, чтобы там на месте ставить, или наоборот, доставка с предприятий в пункты, где осуществляется вакцинация. Но стимулирование должно быть. Какие-то, может быть, дополнительные, вплоть до того, что дополнительные материальные поощрения, лотереи какие-то, другие, вот похожие подходы нам, понимаете, я же возвращаюсь к разговору, эта задача очень непростая. Напомним, к 1 июля, по крайней мере, так говорили в начале весны, в крае планировали привить 60% населения для создания коллективного иммунитета. Теперь непростая задача сдвинулась на новую дату, 24 сентября. Получится ли? Пока вопрос. Но в чем точно уверены, осень прошлого года не должна повториться. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Из тех, кто переболел опасным вирусом, а это 52 тысячи жителей края, 75% прошли реабилитацию. Восстановлением здоровья после COVID-19 занимается несколько учреждений в регионе, в том числе многопрофильный лечебно-реабилитационный центр. Его руководитель рассказала нам о том, в каком состоянии к ним поступают пациенты и какую помощь могут оказать больным. Пациенты, конечно, были некоторые очень крайне тяжелые, которые поступали к нам в медицинскую реабилитацию. Была пациентка, которая пришла зависимая от кислородов, выписывалась уже без зависимости, была пациентка, которая поступила к нам в инвалидном кресле, достаточно молодая, активная женщина, до болезни, заболела, будучи беременной, находилась несколько месяцев на аппарате искусственной вентиляции легких, поступила в таком состоянии. Вышла она уже от нас на своих ногах самостоятельно. Сколько ей пришлось пролечить и что использовали все-таки? Основные методы реабилитации, это, конечно, основные методы, это физическая реабилитация, медикаментозная терапия. С тяжелыми пациентами индивидуально занимается психолог, потому что это большое количество депрессивных состояний, очень большое количество панических атак у этих пациентов, ЛФК, физиолечение, массаж. Единая минимальная цена на сигареты скоро появится в магазинах. С 1 июля жители Алтайского края, как и жители всей страны, не смогут купить пачку сигарет дешевле 108 рублей. Чем обусловлены изменения в законе, и не боятся ли депутаты, что люди перейдут на более дешевый вариант – нелегальную продукцию? Слово Ирине Корчагиной. Новости для тех, кто пока не в курсе. С недавних пор в магазинах Барнаула появились вот такие объявления. С 1 июля продажа сигарет, которая стоит ниже 108 рублей, будет запрещена на основании федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Новое правило будет действовать пока в качестве эксперимента до 31 декабря этого года. И вообще не исключено, что далее его продлят. Ведь Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран в мире. Среди жителей России 34 миллиона курильщиков. Что важнее – здоровье основное, да, или вот так называемое удовольствие от потребления табака. Поэтому необходимо заниматься вот именно профилактикой. Одна из мер по снижению потребления табака – это является увеличение стоимости. Смысл простой. Чем дороже стоят сигареты, тем меньше их покупают. Еще одна цель – борьба с нелегальной продукцией. По словам экспертов, в среднем пачка сигарет в этом году подорожает со 120 до 140 рублей. Это связано и с ростом акцизов. Поэтому автоматически сигареты дешевле 108 рублей можно будет считать нелегальной продукцией. По мнению депутатов, некоторые меры уже повлияли на снижение числа курящих в России. Например, закрытые витрины с сигаретами, запрет курения в определенных местах. Да и даже то, что во время моего включения вы ни разу не увидели демонстрацию курения сигаретный дым, потому что мы просто не можем это показывать. И хотя, по мнению экспертов, цена за одну упаковку сигарет в России остается одной из самых низких в мире, все же постепенный рост цены может отбить желание подымить. Жителям края стоит с особой внимательностью покупать молочку и рыбу. Именно эта пищевая продукция, по данным Роспотребнадзора региона, вызывает больше всего жалоб от потребителей и подозрений от специалистов. На неделе, когда весь мир отмечал День безопасности пищевых продуктов, мы решили выяснить, кто следит за этим у нас в крае, что находят порой в продуктах, как можно проверить соответствие колбасы ГОСТом и, главное, куда жаловаться, если вы отравились. Ответы на эти вопросы в нашем специальном репортаже. Барнольцы покупают тухлую рыбу и спорченную молочку. Это самые частые жалобы по данным проверяющих органов. А как нам сказали в Роспотребнадзоре, чаще всего травятся вот в таких палатках. Шаурма, беляши, самса – самый разный общепит. Надо быть к нему максимально осторожным. На третьем месте мясо. Но при каждом официально работающем рынке есть своя лаборатория. Ее специалисты проверяют качество продукции животного происхождения. Прежде чем мясо попадает на прилавок, оценят здоровье животного. Для этого на рынок тушу должны привезти обязательно вместе с головой. Она и после смерти многое расскажет. Все виды мяса – говядину, свинину, курятину – проверяют на инфекции и паразитов. Человек съедает мясо больного животного трихинеллезом и заболевает. И это причем даже до сегодняшнего времени очень опасное заболевание, которое бывает даже со смертельными исходами. И естественно, если мясо тушка больная, да, 100 килограмм, то сколько человек от этой туши может заразиться. Если обнаружен трихинеллез, тушу сжигают, нашлифиноз замораживают в специальной камере. Специалисты предостерегают покупателей. Вид и запах мяса, конечно, могут поведать о качестве многое. Но лучше все же доверять документам, заключениям лаборатории. В первую очередь обращаем внимание на дату, на видовую принадлежность. Ну и, соответственно, можем обратить внимание на производителя. А печати о чем-то нам могут сказать? Да, конечно. Печать, принадлежность лаборатории и обязательно клеймо. Можем его посмотреть на любой продукции, на любом кусочке. Вот у нас все соответствует. Если на рынке нет лаборатории, продавцы отказываются показывать результаты экспертиз. Такое место лучше обходить стороной. Без сертификации легко приобрести испорченный, фальсифицированный товар или продукт с неприятным сюрпризом. Такую продукцию и не только исследуют в испытательном центре пищевых продуктов Политеха. Сюда, со всего края, производители везут макароны, муку, масло, крупы, конфеты, чтобы исследовать на соответствие нормативам. Но приносят продукты и покупатели. Были и спорные моменты, когда, допустим, в хлебе были кусочки стекла. И между предприятием и потребителем в этом случае был спор. И мы стороной были защитников потребителя в этом случае. Что мы по органолептическим показателям определили наличие этого стекла в хлебе. Это редкие случаи. В основном же проверка выявляет несоответствие стандартам качества. А еще чаще выявляют хитрецов. Закон позволяет производителю сочинить стандарт в обход ГОСТа. Так называемые ТУ и СТУ на упаковках чаще говорят о невысоком качестве. Дорогие ингредиенты заменяют на дешевые. Это особенно любят изготовители конфет, десертов, шоколада и самые разные выпечки. Все в рамках закона. А вот уже в лаборатории Роспотребнадзора находят и фальсификат. В последнее время стоит отметить, что участились случаи фальсификации молочной продукции, в частности жирами растительного происхождения. Также участились случаи обнаружения контаминации пищевых продуктов животного происхождения, а именно мясо, полуфабрикаты мясные, как мясо, так и субпродукты и птица в том числе, на содержание антибиотиков и антимикробных препаратов. Антибиотиков в мясе стало больше, но чаще содержание не превышает норму. В этой лаборатории, можно сказать, исследуют вообще все, что возможно, на все необходимые показатели. Здесь можно увидеть любой метод от простого тетрования до работы на спектрофотометре. Он позволяет определять содержание, очень низкие содержание элементов, металлов преимущественно, в пищевых продуктах, в воде и делает это методом атомной абсорбции. Отправить сюда продукты может кто угодно, но если вы просто хотите узнать, насколько качественную колбасу купили, придется заплатить. Цены самые разные, в зависимости от сложности анализа, а вот если вы продуктом отравились, по закону проверить его должны бесплатно. Для юрлиц, по чьей вине отравился потребитель, сумма штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Кстати, чаще всего объектом такого исследования становятся шаурма и беляши. А вот просто качество того, что мы едим, вызывает вопросы почти в любой области пищепрома. Вы смотрите на полки магазинов. Много там того, что вы сами никогда бы не взяли? Очень много. Ужасает ситуация на самом деле. Андрей Дриер, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. В России ввели запрет на экспорт гречихи и гречки. Официальная причина такого решения – создать запас крупы внутри государства и удержать рост ее стоимости. Но алтайские сельхозпроизводители расценили данную меру неоднозначно. Многие аграрии не понимают, почему они втридорого должны покупать ГСМ, топливо, удобрения, а сбывать культуру по законам рынка не вправе. Прокомментировать этот вопрос мы попросили директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. Вот его мнение. У меня вообще есть сомнения определенные относительно того, что нужно было вводить этот запрет. Но раз уж этим делом занялись, то я думаю, что, наверное, это нужно было раньше делать, потому что поздно пить боржоми. То есть экспорт уже состоялся. И я не думаю, что сейчас он был бы большой, если бы не закрыли. Тем более, что экспорт может продолжаться через страны таможенного союза. Ну, я думаю, что аграриям неплохо было бы, если вводятся меры по ограничению экспорта, то, наверное, аграриям-производителям такого ценного важного товара было бы неплохо какие-то субсидии целевые на то, чтобы их поддержать. Потому что ограничиваются доходы аграриев. Значит, у нас производители гречихи, там, раз-два, да, обчелся, да, Алтайский край, да, еще там, несколько регионов. Я думаю, что вот таким регионам, наверное, имело бы смысл выдать какие-то целевые субсидии, чтобы их в этот момент поддержать. Чтобы не отбивать у них интерес к производству этой суперважной для всех нас культуры. Ну, я думаю, что у нас до конца сезона осталось уж совсем тут ничего, несколько месяцев. У народа накоплены довольно большие запасы гречки с прошлых времен. Поэтому я думаю, что дефицит нам, наверное, не грозит. Цены на гречку и так достаточно высокие сейчас. Я думаю, что ничего тут уже вот такого революционного не произойдет на рынке в оставшиеся месяцы. Сегодня День России. Этот праздник учредили ровно 30 лет назад, в том числе и для того, чтобы у населения суверенного государства был еще один повод для выражения своей любви и гордости Родине. Но что представляет собой патриотизм сегодня? Работает ли сама его идея? На эту тему накануне праздника мы побеседовали с проректором по учебной деятельности, доцентом кафедры отечественной истории педагогического университета Аркадием Контьевым. Аркадий Васильевич, первый вопрос о самом празднике Дни России. Вот с момента его учреждения изменилось ли отношение к нему? Произошло ли переформатирование сознания людей? Стал ли этот день поводом для гордости за страну? Полюбили ли его люди? Ну, вообще, история самого праздника, она же связана с политическими событиями, потому что 90-й год, когда это все начиналось, принятие декларации независимости, это было связано, в принципе, с начавшимися процессами по распаду Советского Союза. Поэтому праздником тогда вряд ли это. Это было знаковое событие, которое характерно для разных республик того времени. А праздником он стал уже, собственно говоря, на следующий год выходным, потом праздником и так далее. А Днем России он, собственно говоря, через почти 10 лет стал. Поэтому, конечно же, из вот такого сугубо политического акта, означающего, ну, суверенитет отдельного государства, ну, как сказать, насколько может быть метрополия суверенна от, да, империи. Да, поэтому здесь вообще, уже тогда это было сложно. Суверенитет России от чего? Да, но сейчас он стал, собственно говоря, праздником День России, День государственности, да, и уже молодежь воспринимает это именно как День своей страны, потому что в 90-е годы все-таки большинство было рожденных в СССР, да, а сейчас уже они воспринимают, молодежь воспринимает это именно как праздник России. А вообще День России, он включает в себя понятие патриотизма, на ваш взгляд? Ну, конечно, то есть, в принципе, собственно, для этого и создавалось. Ведь что такое патриотизм, да, патриотизм — это осознание себя частью чего-то. Выделилась Россия, выделилось отдельное государство, поэтому осознание себя как частью России, да, в широком смысле не Российской империи, да, а Россией, потому что история России больше, чем история Советского Союза, история Российской империи, Московского княжества, да, и так далее. Поэтому в таком широком плане, безусловно, это во многом праздник, ну, так, мероприятие, связанное с попыткой, по крайней мере, да, создания какой-то общей идентичности под названием «россияни». А вот сегодня, на ваш взгляд, что собой представляет патриотизм? Вообще, есть ли ему место вот в современных реалиях? Патриотизм — это любовь к тому, где родился. Падра, да, отец, отчизна, да, если более правильно говорить. Поэтому это есть всегда. Другое дело, что, конечно, патриотизм, все вкладывают разное в патриотизм, потому что патриотизм, который, ура, там, ультрапатриотизм, да, ура-патриотизм, это тоже патриотизм, это другое мировоззрение, другое восприятие, да. Но вот сегодняшний, он какой, вот, что его отличает? Он разный, он разный. Еще, вот, еще, я помню, Лотман, Юрий Лотман в своей лекции говорил, что, например, патриотизм интеллигенции будет другой, да, потому что интеллигенция, патриотизм интеллигенции заключается в том, чтобы говорить власти про то плохое, то, что надо изменить, чтобы сделать страну лучше, да, патриотизм, будем говорить, чиновника, да, будет совсем другой, патриотизм школьного учителя и патриотизм школьного, там, ученика тоже другой. Поэтому, вот, когда мы пытаемся под патриотизм подвести какую-то, вот, ну, так скажем, матрицу, да, не получается, не получается, потому что патриотизм, вот, России, он связан и с национальной принадлежностью, да, с национальной, потому что Россия многонациональная и социальным, вот, статусом. А вот такое понимание его, очень противоречивое, может быть, даже несколько, да, не свидетельствует ли о том, что у нас все-таки нет вот этой единой национальной идеи, о которой в последнее время очень много говорят, нет каких-то идеалов, которые, ну, были прежде, а сейчас, в общем-то, общество разобщено в этом смысле, да, и от этого мы страдаем и не знаем, куда двигаться дальше, даже в плане воспитания, там, поколения. Ну, то, что идеи общей нет, это действительно так, но надо понять, что попытка придумать, вот сейчас мы придумаем идею, и завтра станет хорошо, это действительно, это невозможно. Да, поэтому здесь мешает ли это? Мешает. То есть день народного единства, который проходит в ноябре, не воспринимается народом как чего-то единства, да, то есть общество пока, ну, я так считаю, да, мы действительно не видим вот те цели, хотя уже сколько лет прошло, да, более 20 лет, мы не видим вот те ясные цели, но они могут родиться как консенсус, да, пока этого не будет, если это будет идти сверху, да, вот сейчас нам Владимир Владимирович скажет, и мы поймем, не будет этого. Я вообще считаю, что как только, а у России есть вот этот потенциал, социал, ну, может быть, социалистический, да, общинности, да, социал самоуправления, идеал, образец самоуправления и так далее, если будет что-то снизу, это приживется. То есть это должно естественным путем? Да, это будет естественным путем, ну, я уже говорил, да, я не знаю, какие-то вот такие социальные инициативы, как, я не знаю, бессмертный полк, да, тогда приживется. Если это будет идти сверху, сколько программ не пиши, ну, не получится, не пойдет. Ну, смотрите, если должна быть инициатива снизу, а ростков как таковых нет, может быть, что-то мешает, почему мы никак не можем прийти вот к этим идеалам, сформировать их, нащупать? Ну, у нас сейчас формируется все-таки, ну, на мой взгляд, как историка, имперская модель управления, жесткая централизация. Этот маятник централизации, авторизации... Раскачивается все больше? Нет, он просто ушел очень далеко. Он ушел очень далеко к диктату где-то даже государства. То есть надо расслабить вожжи в этом смысле государства? Да, если не будет обратного хода, то не получится. Молодежь в этом смысле, вот вы много работаете со студентами, от этого страдает, она вообще патриотична. Вот найдутся ли сейчас молодые люди, которые вот с таким особым рвением при необходимости возьмут и встанут на защиту там Родины? Ой, вы знаете, у меня очень хорошее отношение к современной молодежи. Я считаю, что, в принципе, только они дают надежду, что у нас все получится. Потому что у них есть какая-то прививка от того негативного, что есть. Конечно, они пластичны. Из них можно сделать хунабинов, из них можно сделать свободных людей. Они очень пластичны. Но какая-то такая прививка внутренней свободы у них есть. И патриотизм они видят как раз вот в том малом, что их окружает. Почему вот волонтерская, добровольческая деятельность сейчас у студентов, у молодежи очень активна? Потому что вот оно видит. И они хотят, искренне хотят. Я иногда удивляюсь, что они вот так бескорыстно, кажется, сейчас будем заставлять, что-то надо сделать. Нет, с удовольствием. Не знаю. Мне кажется, что только благодаря им мы сделаем какой-то рывок. Внутренняя свобода, естественный патриотизм. Вот в этой связи нужно ли вообще воспитывать тогда патриотики молодежь? Может быть, стоит эту тему вообще как-то не трогать? И она сама собой выльется во что-то? Нет, точно не выльется. Здесь ни в коем случае не должно быть единой какой-то программы, в которой дети должны быть, молодежь или кто-то загнанный. И вот мы сейчас это достигнем. Вот все-таки я сторонник того, что чем меньше централизации, тем успешней будет этот процесс. Тогда такой момент. При усилении административных рычагов, что бы вы посоветовали тем людям, которые на самом-то деле и хотят любить нашу страну, хотят гордиться ей, но вот чувствуют, может быть, вот эти зажимы, что им, как им быть в этой ситуации, как себя вести, как не потерять вот это вот чувство благодарности и гордости к своей родине. Здесь только вот найти свою норку, свое место, свою полянку и ее возделывать. Если у тебя получается и у другого получится, тогда у всех будет лучше. Я, например, обожаю просто того, что я говорю на русском языке. Ну, что еще надо? Да, поэтому мы здесь родились, мы это впитали, и я считаю, что патриотизм, он внутри, и что бы ни происходило, да, что бы ни пытались сделать, у каждого он внутри по-своему, и его не переделать, и не надо. Главное, чтобы был. И в завершении выпуска спортивная тема. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет матч Россия-Бельгия. В составе главной команды страны двое наших земляков – барнаульцы Александр Соболев и Юрий Дюпин. Как их шансы проявить себя на чемпионате Европы по футболу оценивают алтайские болельщики и где организованы фан-зоны, смотрите в следующем материале. Прямо сейчас на мне форма барнаульского «Динамо». В ней играли спортсмены 1997 года. Именно в этой форме, на этом поле, в эти ворота забивал голы нападающий Александр Соболев, который прямо сейчас защищает цвета московского «Спартака». И ровно 9 лет назад стражем этих ворот был Юрий Дюпин. Но сейчас он настоящая стена Казанского рубина. В настоящее время эти двое будут защищать цвета национальной сборной России на предстоящем чемпионате Европы. Поэтому мы с вами можем гордиться, что частичка барнаула будет на таком крупном международном турнире. Для нас, для всех одноклубников Саши по «Динамо-97» он остается таким же простым нашим барнаульским парнем. Все мы его помним в детстве, как веселым. Очень много забивал мячей. То есть настоящий русский бомбардир. У барнаульских воспитанников, считает футболист местного «Динамо», есть все шансы проявить себя на чемпионате. Команда провела сборы в Австрии, по итогам которых на престижный турнир отобрали 26 из 30 футболистов. Им на групповом этапе предстоит сыграть как минимум в трех матчах, которые и определяют дальнейшее участие команды. Первая игра пройдет в Питере. Поболеть за команду массово, как выяснилось, можно всего на двух площадках. Титов-арена и бар-опера. А вот в парке спорта Алексея Смертина официально из-за коронавируса просмотра матчей не будет. Не будет работать и главная фан-зона последних лет. Парковка у торгового центра арена. Если мы с вами обратим внимание на сетку расписания чемпионата, то мы поймем, что большинство игр выпадает на ночное время. Рядом у нас находятся жилые массивы, находится поселок Солнечная поляна. То есть игры выпадают на ночь, и ночью громкое вещание будет мешать жителям близлежащих домов. На Читов-арене будет работать большой экран. Его установили на фасаде здания. Здесь же для болельщиков организуют и развлекательную программу. Для удобства зрителей планируем на центральной площади организовать какие-то посадочные места. Можно будет летнее кафе. Ну и провести какую-то работу дополнительную, но также со зрителем. В баре и ресторане предупреждают организаторы масочный режим и допустимая наполняемость помещения 50%. Если матч выпадает на ночное время, несовершеннолетних болельщиков не впустят. Для всех остальных без ограничений. До двух часов у нас будет, так скажем, дискотека, работа диджея, бар, кухня. А до двух часов можно собраться, потанцевать, настроиться. Ну а потом мы на экранах, всему периметру на телевизорах, запускаем трансляции. Будем надеяться, что наша команда выйдет в плей-офф. И вот этот вот праздник футбола, он у нас продолжится. Не ограничится тремя играми. Организаторы фан-зоны надеются, что болельщиков, желающих поддержать нашу сборную, компанией найдется немало. Главное, чтобы наша сборная не подвела. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Еще раз всех с праздником. И спасибо, что смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. До встречи.